Супротек. Генеральный партнер Народного автомобильного журнала. Всем привет, с вами я, Иван Зинкевич, и у меня для вас благая весть. Мы закончили проект «Копейка». С одной стороны получилось то, что мы хотели, с другой стороны получилось то, что мы очень хотели. И пришло время, наверное, вскрыть карты. Для чего мы начинали этот проект и каким боком мы вообще его закончили, а я на нем так и не поездил. Но давайте все-таки, как бы это сказать правильно по-русски, я вам покажу, что мы в нем доделали, а потом расскажу всю правду. Правду и только правду. Для меня, как для человека, рожденного в СССР, в «Жигулях» самая классная вещь всегда была эта двигатель. Если двигатель слабый, машина не едет. Я, конечно, не прав. Но то, что было сделано здесь, я не буду раскрывать все цифры, не буду раскрывать какие-то внутренние подробности мотора, по причине того, что, начну открывать секреты, эта машина уже не наша. Но, обратите внимание, двигатель 1,9. Мощность больше 150 лошадиных сил. Два карбюратора. Электронное зажигание с мозгами. Видите, какая кочерга стоит? Это сделано для того, чтобы двигатель не заваливался на бок, а он очень мощный. Прямо потрясающе мощный. Более, наверное, подробно, но расплывчато скажет Сергей Симонов, потому что все-таки Сергей Симонов приложил немало своих трудов, знаний к созданию данного автомобиля. Как он там у нас был? Святой дух? Да, святой дух, давай уже выходи. Выходи, да, просто выходи. Сегодня такой новогодний фестиваль. Ну, давай, в двух словах. Я уже что-то рассказал, что ты слышал. Я не понимаю, что это за жёлтый бачок, потому что на жигах такого нет. Жёлтый бачок – это масловый ловитель. Он стоит здесь для того, чтобы в случае, если машина перевернётся, из вентиляции картера масло не вытекло на гоночную трассу. До двух литров он в себя помещает. Шкив увеличен. Когда мотор выходит на очень большие обороты, не исключено забурливание охлаждающей жидкости. Тем самым может произойти завоздушивание. Дабы это избежать, увеличивается немножечко диаметр шкива, насколько это позволяет. Потому что от больших оборотов хватит, чтобы нормальный циркуляр всё обеспечить. Что ещё такого здесь прям совсем потрясающего? Ну, 45-е выбора, синхронизированные, естественно, с поддержками. Мы сделали достаточно злой распредвал в этой машине с большими фазами широкой диапазонной. Кстати, я не знаю, это как это. Это, наверное, большой плюс. Вы же, Сергей Симонов, когда выставляли данный автомобиль, вы же даже получили на «Жефесте» какой-то кубок. Ну, нас наградили за самый гоночный автомобиль, потому что организаторы посчитали, что степень переделки максимально спортивная. То есть нет никакого гламура и нет никакого показного тюинга. Исключительно рационально продуманная вещь. Ну, в общем, есть чем гордиться, уже приятно. Наверное, да. А теперь я вам хочу представить настоящего владельца данного автомобиля и объясню, каким образом он им стал. Это Глеб. Больше никак называть не будем. Ну, захочет, сам расскажет. Нет, не расскажет владелец этого автомобиля. Звучит странно, правда? Просто на этапе создания данной машины, когда был только кузов, каркас безопасности, когда мы только машину покрасили, Глебу все понравилось. Он посмотрел выпуски наши на канале и сказал «хочу». Мы бы, конечно, попытались бы на нем заработать денег, но у Глеба было то, что нас интересовало намного больше, чем... Он нам сделал предложение, от которого мы не смогли отказаться. Ну, мы вообще не смогли отказаться. И опять сегодня просто вечер секретов. Но сначала я спрошу, Глеб, зачем тебе это? Ты же взрослый мужчина, обеспеченный. Хочу поиграться. Вот так всегда. Хочу поиграться. И все? И все. Вот так вот. Как там? За что люблю тебя, Петрович, за краткость тостов? Краткость сестра таланта. Краткость сестра таланта. Поэтому данный автомобиль вы будете видеть на Moscow Raceway. Машина будет выступать... Где она будет выступать? В «Жигули Плюс». В «Жигули Плюс». И она натянет. Поэтому мы, соответственно, не раскрываем секреты внутренностей двигателя. Чтобы для больших конкурентов не стало, как бы сказать, возможностью за зиму что-то там у себя переделать. Это будет для них большой сюрприз. Поэтому смотрите, следите за судьбой. Наверняка будет и на «Драйве», наверняка где-нибудь будет. И где-нибудь в просторах интернета. Обязательно эта машина всплывет еще не раз. Она будет, конечно, расписная. Тут будет все красиво. Вы даже узнаете фамилию владельца. В общем, все будет хорошо. Но самое главное – это то, что было у Глеба. Как диагноз. Что у вас было, Глеб? Сейчас мы вам тоже покажем. Итак, перед вами, на самом деле, дамы и господа, товарищи, не просто груда какого-то самодельного металла. Это легендарная советская спортивная машина, выпускающаяся в когда-то братской республике Эстонии под названием, соответственно, Эстония 21, середина 80-х годов. Чем уникальна машина? Ну, в Эстонии на самом деле строились в Советском Союзе самые лучшие гоночные машины от начала до конца. И это действительно уникальные машины. Вот на сегодняшний день их сохранились единицы. А тот машинокомплект, который нам Глеб предоставил в обмен по совокупности, ну, прям покруче, чем копеек, скажу по секрету. Но вопрос не в этом. Где взял? Вот скажи. Честно, я ее выменял в свое время на другой спортивный болид. Был у меня там Ниссан Скайлайн. С одним человеком я загорелся этой машиной и поменял ее на вот это. Просто в свое время я понял, что мне будет жалко на ней гоняться. Жалко ездить по трассе, мне кажется, и место. Ну, максимум в музее или на выставке. Вот. Слишком уникальные. Вот благородное дело. Мы поменялись. Поэтому к вопросу о стоимости здесь мы немножечко, чтобы не выглядеть неправильными, потому что нам помогали многие люди в, как это сказать, в сборке копейки безвозмездно. Подчеркиваю, безвозмездно. И было бы неправильно продавать копейку для того, чтобы покупать что-то другое. Вы бы нас обвинили в том, что мы с Симонов Моторс просто набарыжили бабла. А тут все справедливо. Денег мы не видели. И это классно. Прям вообще не видели. Правда же? Мы же не видели денег. Никто не видел денег. Поэтому вот этот автомобиль. Сейчас еще покажем. Это уже второй приезд. Первый приезд мы привезли пластик, который тоже сейчас вы увидите. Итак, перед вами верхнее оперение автомобиля. Делалось оно из стеклопластика. С каждым годом, а год начала производства Эстонии у нас получился 80-е. А не раньше? 80-е. Там 19-е, Эстония была 20-е. Эстония 21-е с 80-го года. Ну, неважно. В общем, все Эстонии, которые производились до и после, они как бы визуально были привязаны к какой-то гоночной моде. То есть, сначала были такие сигарообразные Эстонии, потом стали машины похожие больше на Формулу-1. Но самое главное в Эстонии то, что, если я не ошибаюсь, она производилась и делалась, ну, помимо пространственной рамы, на узлах и агрегатах советских автомобилей. Какие туда входили? Мотор был форсированный в виде лодки. Коробка передач была комбинацией между Жигулевской и Запорожской. За основу была взятая запорожская коробка передач, потому что она давала возможность двум шрусам отдавать привод на колеса. И мотор стоял ближе к гонщику, это центромоторное расположение. Сзади была коробка, которая сделала комбинированное из Жигулевского картера сцепления с запорожским картером самой коробки передач с определенными переделками. Переделки были настолько сильны, что даже перед перегородки внутри коробки передач отрезались и переделывались. А, во-первых, для начала она была сделана пятиступенчатой, против четырехступенчатой запорожской. Тормозная система была по всем цилиндрам запорожская. Тормоза на колесах были свои, сделанные для Эстонии. Рычаги и система подвесок была тоже сделана своя на ШС. Это шаршировые такие шармоны. Ну что, сказать-то больше нечего. Все, конечно, спросят, сколько мы будем собирать данный агрегат. А здесь вот тоже есть небольшая засада в силу того, что Эстония это штучные автомобили. И вот так вот позвонить в какой-нибудь магазин и спросить, а есть ли у вас, навряд ли получится. Поэтому, опять же, с меру по нитке, у кого-то вдруг, может быть, как в данном случае, совершенно случайно или, может быть, не случайно оказались комплектующие от автомобиля. Причем, неважно, может быть, даже это элементы пластика, это элементы подвески. Потому что в мире любителей Эстонии все можно поменять. То есть, если есть что-то, можно поменять на что-то другое. Это конструкторы. Конструкторы исторические, но вот наш новый проект. И, опять же, я не знаю, сколько он продлится. Тяжело сказать. Сказать к весне, ну, с копейкой мы тоже зависли по определенным, так сказать, причинам. Сколько будет длиться проект Эстония? Ну, глаза боятся, руки делают. Наверное, так. Может быть, вы, Сергей, что-то хотите спросить? Я предпочитаю не ставить какие-то временные показатели. Короче, парни, если у кого-то что-то есть, welcome, пишите в комментариях, пишите в личку. Ну, на подарки не рассчитываем, но за разумные деньги, наверное, заберем. Вот, кстати, обратите внимание, как бы обычные, но не совсем обычные вазовские моторы. Вот эта коробка. С запорожским. Да, запорожец, действительно, задняя часть. Все по фэншую. Что-то проварено. А тормозные диски получаются свои. Самодельные. Чудеса. Все-таки проект получился более социальным, потому что многие люди откликнулись с предложением помощи, в том числе спасибо вам, подписчики, которые достаточно большое количество каких-то, может быть, и небольших, но очень ценных вещей просто так нам подарили. Среди них отказался Константин, фирма «Ремкузов». Сначала, конечно, Сергей Симонов к нему обратился за помощью в плане покупки, как это сказать правильно, железа, железа для автомобиля, но в силу того, что видосы выходили достаточно регулярно, а не как сейчас, Константин посмотрел и решил предложить свою помощь, потому что он один из первых узнал, что данный проект делается для того, чтобы восстановить Эстонию. То есть, можно сказать, вот перед вами живой спонсор. Прямо вот живой. Они обычно прячутся. Но вот спасибо большое. Большое спасибо за помощь. Я бы, конечно, спросил бы, что ты хочешь сказать. Ну, скажи, если что-то хочешь. Ну, мы давно занимаемся кузовным железом для «Жигулей». И любые интересные проекты стараемся держать как бы у себя на виду и по возможности помогать. Так как это, скажем, с коммерческой точки зрения, ну, наверное, не сильно для нас актуально. А в том плане, чтобы проект жил, существовал и машина была, мы вот предоставили этот набор железа в качестве спонсорской помощи. Ну, в любом случае, с миру по нитке проект продолжается. Еще раз большое спасибо за помощь. Как бы это с лиштой ни звучало, я не знаю стоимости, полной стоимости данного автомобиля. Вот именно этого. Потому что взаиморасчеты, взаимоперезачеты, они как бы нас подвели. Мы не можем озвучить финальную стоимость машины. Потому что Эстония, она, с моей точки зрения, она просто бесценна. Ну, у всего есть стоимость, но в данном случае она бесценна. Поэтому сейчас отправляем в путь Капидос, прощайте. И как-то сразу тише стало, да? Можно, хочешь сказать, померла бабка, да и хрен с ней. Ну, ведь не скажешь, обидно. Как-то пусто, да? Опустела без тебя. Ушла. Хорошим человеку, надеюсь. Ты знаешь его, отлично? Да. На всякий случай. Ну, у тебя телефон есть. И, кстати, он обещал дать прокатиться, когда будет некая серия. Ну, уже после соревнований, потому что ресурс у спортивных автомобилей не столь велик, как хотелось бы. Все-таки это болид, это спортивная машина, и она должна выступать, а не просто красиво кататься по треку. С одной стороны, грустно. Да, Сергей? Ну, это как отпускать большое плавание корабль. Лишь бы он возвращался. Да, лечиться. Приходите к нам лечиться, и корова, и волчица. На обслуживание ждем. Поэтому, один проект мы благополучно закончили. Начинается долгострой, но не менее интересный. и с исторической точки зрения более понятный. То есть, вот как-то так. Как-то грустно все равно. Большого плавания этому кораблю. Да. Засим разрешите откланяться. Всем пока. Пока? А пока-пока. А пока-пока-пока, мушка. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok